Слабонервы не смотреть. Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья. На днях мы с друзьями обсуждали, как рождаются сценарии для фильмов. Особенно нас интересовали ужасы, триллеры и прочая фантастика. После долгих дискуссий на повышенных тонах мы пришли к единогласному мнению, что книги и истории в пугающих жанрах, скорее всего, пишут микологи, люди, занимающиеся грибами, энтомологи, спицы по насекомым и вирусологи. А вот написанием самых напряженных триллеров занимаются исключительно садоводы, ведущие неустанную борьбу с сорняками на своем участке. Не верите? Окей, сейчас докажу. Знаменитые «Чужие» были написаны, на мой взгляд, энтомологом. Он просто описывал цикл жизни ампулик с компресса, по-моему, изумрудную тараканью осу. Оса всего лишь охотится на тараканов, а поймав, не убивает, а частично парализует. Таракан может двигаться, но лишь с посторонней помощью. Догадываетесь, чей? Точно, с помощью осы. Она уводит его в свою нору, там откладывает в нем яйца. Смотревшие «Чужих» смогут сами продолжить этот сюжет. Еще один вид представителей плоских червей, даже не буду повторять его латынь, из класса дегенетических сосальщиков, если я правильно это произношу, влек в основу многих фантастических садов. Этот червь проникает в организм улитки или слизни и развивается в его теле. Из яиц появляется личинка, которая в виде яркого выроста живет в глазном щупальце жертвы. Улитка теряет зрение, путает день и ночь. И днем оказывается на садовой дорожке или, возможно, листики хвоста. Или, может быть, еще где-то. Это все не важно. Важно, что личинка этого червя преображает щупальца моллюска. Щупальца становится ярким глазом, который не может не заметить птица. В основном это представители семейства воробьиных. Они замечают добычу. Далее червь меняет хозяина. В птице он откладывает яйца, которые вместе с пометом оказываются в траве. И все начинается заново. Эти истории можно продолжать до бесконечности. Главное смотреть и слушать их не пред сном. Надеюсь, этот сюжет вы смотрите не накануне сна. Но самые увлекательные романы написаны именно с рассказов садоводов-огородников. Причем неважно, в какой части планеты садовник возделывает свой сад. Все везде плюс-минус одинаково. Вот наткнулась в сети на рассказ одного такого горемыки, описывающего свои трудовые будни. Как давно это было? Я вышел в сад и охнул. У меня трава епископа. Этот гад просто так не уйдет. И если он укоренился, то его уже не остановить. Он предпочитает тенистые и влажные места, где создает плотные ковры, препятствуя развитию других растений. Если у вас появился сорняк епископа, знайте, избавиться навсегда от него невозможно. Нравится вам или нет, он с вами навсегда. В радости и в горе. Траву или сорняк епископа когда-то, в 1860 году, завезли к нам в Америку из Европы, как лекарственное и декоративное растение. Возможно, он и красив. В самом начале его сравнивали с кружевами королевы Анны. Восхищались белоснежными цветами и ажурной листвой. Если бы тогда знали, во что это все выльется. Сейчас бороться с ним практически невозможно. Приходя в сад, он считает себя полноправным хозяином и живет по принципу, в живых остаться должен только один. Есть один способ борьбы с ним. Это сантиметр за сантиметром перебирать почву, просеивать ее через пальцы, не выпуская ни одного корешочка. Стоит пропустить лишь маленький кусочек, как через некоторое время все придется начинать заново. Вот уже 14 лет я веду неустанную борьбу с этим коварным головорезом под названием «Сорняк епископа» или «Снег на горе». Я срезаю соцветия, выбираю корни, но каждую весну он появляется снова. Он словно издевается надо мной, дразня меня и говоря, «Посмотри, я снова выиграл!» Каждый год одно и то же. Сегодня утром я вышла в сад полной решимости покончить с этим гадом, ведь он почти задушил мои эфемеры, блокируя им доступ к солнцу и не давая им расти. Я взял большой мусорный бак и приступил к прополке. За этим занятием меня застала жена, вернувшись с работы. У нас сегодня годовщина, и были планы на вечер. Но увидев, чем я занимаюсь, она молча села рядом, и мы продолжили наше занятие. Спустя пять часов три полных бака было заполнено ненавистными сорняками. Будь проклят тот день, когда я купился на рекламу в одном из крупных садовых центров нашего штата. Трава епископа или «Снег на горе» быстро заполонит ваши проблемные места. Если вы наткнетесь на такой плакат, бегите! Снег на горе съест ваш дом, поглотит ваш сад, превратит вашу жизнь в нескончаемую борьбу с ним. Бегите! И вы еще сомневаетесь, что все триллеры и остросюжетные истории были написаны садоводами-ботаниками? Я – нет. Знаете, кто этот снег на горе? Кого описывал садовод из Америки? Догадались? Точно! Это сныть! Да-да, это самая обыкновенная сныть. Ее, конечно, относят к злостным трудновыводимым сорнякам, но ужас у наших садоводов она не вызывает. Так, легкое раздражение. Наверное, потому, что она наша, местная. А вот для Америки это инвазивный вид. Ни люди, ни местная флора оказались не готовы к растению с большой скоростью роста, продолжительностью жизни не менее 50 лет и условному состоянию покоя. Сныть, как и розу, можно назвать неспящим растением. Если зима теплая, то сныть, сохраняя зеленые листья, продолжает расти всю зиму. Если зима суровая, то сныть трава замирает до весны. Поэтому, благодаря всем этим качествам, плюс отсутствием конкурентов, сныть за пределами своего ареала занимает все больше и больше территории. У нас бороться со снытью гораздо проще. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Начнем с самого растения. В природе сныть обыкновенно образует большие заросли в широколиственных лесах, на полянах, вырубках, опушках и пойменных лугах. В лесах и других сильно тенистых местах сныть может буйно разрастаться и не цвести годами. Такие заросли связаны общими мощными корневищами. А вот в местах, где есть хотя бы рассеянное солнце, она настолько обильно цветет, что кажется, будто облако опустилось на опушку. Сныть – отличный медонос. Где-то нашла статистику, что медовая продуктивность сныти – 230-240 кг с гектар. Со снытью мы живем давно. Она стала неотъемлемой частью нашего природного ландшафта и не пугает нас. Более того, мы находим ее красивой и достойной кисти художника. Вспомните и тетя Шишкина – с ней трава. Мы готовы восхищаться снытью, но только за пределами нашего участка. У нас в садах она нежеланный гость. Ну, может быть, исключение составляет совсем тенистые уголки, где остальные более благородные растения отказываются расти, а сныть образует интересный зеленый ковер. Там – пожалуйста, но на парадных цветниках ни за что. Так как же с ней бороться? Это легко сделать, если сад ищет только в проекте. Место, пораженное снытью, перекапывается и застилается агротканью от сорняков. Под пленкой земля находится не менее трех месяцев, а желательно до окончания стройки. Таким способом мы избавимся от всей нежелательной растительности. Все это хорошо, когда участок еще свободен от посадок. А вот что делать, если сныть пришла в уже завершенный сад? Можно, конечно, полоть, но делать это нужно крайне аккуратно. Если корень порвался и в земле остался хотя бы небольшой кусочек, считай, начинаем все сначала. У сныти очень большое количество почек возобновления. И при неаккуратной прополке мы можем добиться обратного эффекта, то есть своими собственными руками размножить снытью. Исходя из этого, мне больше нравится другой способ. Он и менее трудоемкий, и более эффективный. Давайте вспомним, в чем принципиальное отличие растений от животных. Правильно, растения умеют фотосинтезировать. То есть основное питание у них происходит через листовую пластину. Корни отвечают за воды и минеральные вещества, а листья крона за сахара. И если мы регулярно будем убирать зеленую массу, то сныть очень быстро начнет терять свои позиции. И в конечном итоге уйдет. Главное, не давать выпустить ей очень большой лист и не дать зацвести. Да, не быстро, но верно. За 2-3 года вы избавитесь от нее на своем участке. Нужно только регулярно срезать листовую пластинку. На больших территориях это удобно делать секатором или триммером. В композициях или цветниках секатором или руками. Плюс нужно помнить, что сныть конкурентно способна только в тенистых местах. На открытых солнечных участках у нее много конкурентов. И ей с ними сложно справиться. Есть, конечно, и химический способ – обработка гербицидами. Но опять же, он подходит лишь там, где еще нет благородных садовых растений. Вдобавок ко всему, сныть плохо реагирует на гербициды. И вам понадобится как минимум 2-3 обработки. А это, в свою очередь, может плохо сказаться на состоянии почвы. Где-то в интернете нашла интересный заголовок – статья о сныте. А давайте ее съедим! Идея, конечно, неплохая. Ведь сныть действительно съедобна. На это указывает одно из ее названий – снять. Молодые листья сныти можно использовать в салатах, в летних субах, в окрошке, наконец. Наши далекие предки использовали ее во многих блюдах. Да и во время войны листья сныти выручали нас не раз. Работники столовых специально выезжали заготавливать ее. Также сныти обыкновенно приписывают лечебные свойства. Ей лечили многие болезни, в том числе и подагру. Именно под эгидой лекарственной травы сныть смогла так сильно распространиться по миру. Ее высаживали в аптекарских огородиках, при монастырях. В Европе, в Англии, а затем уже в Америке. Не знаю, насколько сныть вкусна и полезна, это мне еще предстоит узнать, но то, что она красива и незаменима в тенистых местах, это точно. Многие из вас знают ее пестролистный сорт. Он также устойчив к тенистым местам, как и декарка, и гораздо менее агрессивен. Но, к сожалению, на него редко обращают внимание. А по мне, так зря. Пестролистные формы осветляют темные уголки, при этом нисколько не теряют в окраске. Вот только цвести нельзя давать таким растениям. Из семян пестролистных форм сныти вырастает обычная зеленая декарка. О сныти, впрочем, как и о любых растениях, я могу говорить долго. Все растения прекрасны. Нужно только увидеть эту красоту. На этом я прощаюсь с вами. До скорых встреч. А как вы боретесь со снытью?